свое имя, фамилию, отчество. Улыбаемся и говорим. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Надежда Леха-Шерсть. Тема моего доклада сетевая... Ну все. Не сетевая, а пробная деятельность сетевого учителя. Я потом выражу. Тема моего доклада... Тема моего доклада пробная деятельность сетевого учителя в целях исключения репутационного риска. В ходе моего доклада я хотела бы рассмотреть следующие вопросы. В ходе моего доклада я хотела бы рассмотреть следующие вопросы. Низкая сетевая коммуникативная компетентность учителей. Отсутствие навыка самоконтроля, самоанализа и самооценка. Следующая проблема это проблема боязни смены позиций и ролей. Слушайте, мне даже самой не нравится. Не то я комментирую, Юрий Николаевич. Не так подала я это. Ничего страшного, потом выражу. Вы можете повторить заново и сказать. Я бы хотела рассмотреть в моем докладе пять проблемных зон сетевых учителей. Они видны на экране. Что это? И прочитайте. Пожалуйста. Только с улыбочкой. В моем докладе я бы хотела рассмотреть пять проблемных зон сетевых учителей. Вы их видите на слайде. Позвольте мне их коротко прокомментировать. Низкая сетевая коммуникативная компетентность. Что это такое? Как она проявляется? Почему она для нас так важна? Может быть у вас те же затруднения? Давайте обсудим этот вопрос. Следующее. Это отсутствие навыка самоконтроля, самоанализа. Почему это так важно для сетевых учителей? Почему именно самооценка может сыграть роль в том, чтобы репутация компании, репутация школы была на высоком уровне? Следующая волевая точка для нас это боязнь смены позиций наших сотрудников, наших сетевых педагогов. Смена ролей, смена позиций очень важна. И как это мы делаем? Какие у нас есть решения в этом вопросе? И да, вот следующая проблемная зона, которую хотелось бы раскрыть в докладе. Очень важная еще зона это зона оценивания, система оценивания в организации. Как она устроена? Какие проблемы существуют? Как это у нас организовано? И возможно у нас с вами какие-то одинаковые мнения на точку зрения фу, вот в этом месте вообще вырезали. Повторите последнее предложение еще раз. Что это за провалы в системе оценивания? Что за вопросы возникают у сетевых педагогов в отношении формирующего оценивания? Оценивание устроенного в учебном процессе, встроенного в учебный процесс. И последняя проблемная зона это конечно же работа с контентом. распаковывать контент, упаковывать контент, хранить контент, создавать контент. Какие здесь проблемные места есть? Вот такие пять проблемных зон я хотела бы с вами сегодня обсудить, раскрыть, проанализировать. Следующий третий слайд продолжайте уже без меня. Хорошо все идет, продолжайте. Юрий Николаевич, дело в том, что обсуждая вот эти пять проблемных зон, входя в обсуждение этих проблемных зон, вы можете сразу задать вопрос, а почему собственно говоря вы считаете, что компетентны сами в этих вопросах? Здесь я бы очень хотела обратить ваше внимание на нашу школу, на то, как она представлена в сети. Есть отзывы родителей, которые на нашем сайте размещены. У нас очень большая поддержка открытого института развивающего обучения. И я бы хотела открыть сейчас пару фрагментов сайтов межрегиональной сетевой школы и сайта института развивающего обучения. Юрий Николаевич, мне потом это открывать или сейчас? О! Я думал выслать или вы хотите на экране показать? Конечно, на экране хочу показать, там же у нас отзыв. показывайте. Можно? Я нажму на паузу. А я лучше нажму стоп, скажите в записи. Запись пошла. Друзья, есть конечно очень много школ, разных школ, онлайн школ, дистанционных школ, институтов. Вот сетевая школа, у нее свои особенности. У нас очень много партнеров, организаций, которые к нам присоединены по тем или иным форматам. Вот на нашем сайте вы сами можете увидеть, что пишут о нас наши родители, наши друзья. Новости говорят сами за себя. Можно посмотреть весь наш педагогический состав, наши учителя из разных городов. Мы друг друга никогда в жизни не встречали, но уже дружим несколько лет. И кроме того, что межрегиональная сетевая школа, она объединяет учителей из России, из городов России, наша главная опора это конечно же образовательный холдинг, развивающий обучение. у нас команда наша выиграла президентский грант, и вы сами можете убедиться в том, что вся отчетность открыта, и вот все проблемные зоны, о которых я говорила, это наработанная всей нашей командой в течение нескольких лет. И вот вы видите, что здесь и сетевая школа представлена, и вот этот проект новый, сетевая педагогическая интернатура, это проба, скажем так, проба нескольких человек под руководством нашего замечательного водителя, автора школы Алексея Борисовича Воронцова. Я бы хотела перейти сейчас уже к обсуждению самого основного момента, перейти к самому докладу. Хорошо, скрывайте тогда экран, включите камеру. что-то я плохо там сказала на самом деле, что-то мне не нравится. Нормально, нормально. Сойдет лыс. Хорошо. Я не ожидал, что у вас такие хорошие там это показали, я не знал об этом вас, там и гранты, и большую сообщесть. там не только гранты, там, вот я же говорю, не все сейчас раскрыла, там можно было, наверное, ну, люди, если заглянут, сами увидят, да, вы правы. Так, ну, что, тогда я начинаю. Потом можно еще к этому вернуться. А покажите ваши ручки. Угу. Я какие-то там бриллиантики у вас заметил, хорошо. Это не бриллиантики. Нет, в ушах. А, да, немножко есть там. Немножко хорошо. Это все видно на камере. Вы говорите, не все страшнее, страшнее, когда вы так говорите? А что страшнее, надо и ручки показать, и все, блеснуть как по максимуму, чтобы было как в жизни, а не как... Сейчас я тогда обсуждать буду, будет, как в жизни, потому что вчера даже легла спать, я все слайды в голове, сейчас небось все по-другому скажу. Хорошо, хорошо, прекрасно говорите, у вас хорошая русская, у вас нету меканий, беканий, как у многих, даже доктора, там, профессора, ммм, бе, ме, вот это. Я сижу, потом режу. А у вас хорошо. Бывает, да? Ну что, слайд 3? Слайд 3 с улыбочкой и ровненько. Вы чуть-чуть перекосились, по ровне, вот, вот так себе, ровненько. С улыбочкой третий слайд. Итак, что же такое сетевая коммуникативная? Секунду, а где улыбочка? Вот, давайте, давайте. Так, друзья мои, давайте перейдем к обсуждению этих проблемных зон. Я уже говорила, сетевая коммуникативная. Почему опять так грустно? Да, какой же тут весело проблемный зон обсуждать. А это не веселье, это радость, что вы встретились с друзьями, что это ваши лучшие друзья, это ваши клиенты возможно, им надо и улыбаться, даже говоря о проблемах, надо стараться улыбаться. Все, понятно. Опять ровнее сети. Вот. Вам потом, это же надолго мы делаем, потом смотреть, это много раз придется, показывать, чтобы вы располагали даже эмоционально, внешностью своей. Пожалуйста. Друзья, давайте перейдем к обсуждению проблемной зоны. Очень, очень волнует нас, нашу команду, тема сетевой коммуникативной компетентности. Что это такое? Коммуникативная компетентность. Я не хочу вас задерживать на терминах и уделять этому много времени. Коммуникейшн, связь, значит, установление связи, поддержка связи, умение быстро отвечать, чтобы эта коммуникация была удобна, никому не создавала помех. Но обратите внимание, сетевая коммуникативная компетентность, это ведь не просто дистанционная коммуникативная связь. Что же это означает? Сетевая означает, что связаны несколько школ, несколько организаций, у которых разные ритмы жизни, разные темпы жизни. И как же здесь разобраться, в чем проблема, собственно говоря, как выявить вот эту низкую коммуникативную компетентность. Ну, давайте попробуем на конкретных примерах. Я их набросала из того, что вижу практически каждый день. У нас есть педагоги, которые присоединяются и вот на начальных этапах они делают некоторые ошибки. Возможно, они делают. Хорошо. Запомнили, на чем остановились? Да. продолжайте с улыбочкой. Вот что делает учитель с низкой сетевой компетентностью? Как она проявляется, эта компетентность низкая? А если она высокая, то как тоже она проявляется? Вот конкретные примеры из жизни. Учитель с низкой сетевой компетентностью будет отправлять письма без заголовков или он будет игнорировать цепочку писем или он включает в рассылку не всех, кого это касается. Он может отправить на экспертизу файл, только не в редактируемом виде, и вам придется время потратить, чтобы его превратить в редактируемый комментируемый вариант. Очень много таких нюансов, которые создают проблемы для других сотрудников. Какое-то время педагог это может не замечать, он может совершенно на это не обращать внимания, но родители грамотные, но сообщество уже грамотное. Если человек несколько раз такие ошибки совершает, то это уже сказывается на результате работы всей команды. Приведем пример. Нам приходится по ссылкам проходить на вебинары. Очень важно, чтобы там своевременно собралась команда началась работа. А если человек теряется в ссылках, то что с ним делать? Можно такого сотрудника педагога, сетевого учителя или преподавателя не брать и сказать «До свидания, друзья, вы нам не подходите». Нет, мы вот считаем, что нужно давать педагогам, особенно педагогам, возможность пробовать, возможность действовать в таком виртуальном пространстве. Можно, конечно, писать инструкции, памятки сделать, чтобы они использовали различные инструменты, чтобы автоматизирована эта информация, которая должна, или рассылалась, или размещалась. Мы проведем пример. В Гугле можно в календаре, конечно, поставить занятие наперед автоматически, если человек забывает постоянно их ставить вовремя. и все равно самый действенный способ выхода из этой ситуации это пробная деятельность. Пробная деятельность в таком пространстве, где это будет безопасно для компании, не будет никаких репутационных рисков. Ну вот, собственно говоря, самая главная проблема здесь же это неумение задавать вопросы, это сюда же. Если человек находится удаленно или находится в такой организации, где все со всем взаимосвязано, то он естественно должен по сути дела задавать вопросы естественно, но он этого может не делать, он может замыкаться у себя в своем как-то мерке небольшом и получается не совсем то, что мы хотели. Тут можно перейти уже к следующей проблеме, проблема, которая связана с умением задавать вопросы, с умением анализировать собственную деятельность, это проблема, связанная с самоконтролем, самоанализом и самооценкой. Мы сейчас переходим на четвертый слайд. Ровненько сядьте, пожалуйста. Я имею ввиду, да, вот, вот так. Продолжаем. Итак, проблема самоанализа, самоконтроля. Наши преподаватели, учителя российские, они все очень хорошо умеют контролировать, оценивать и анализировать деятельность детей. А вот как насчет себя, то здесь возникают проблемы. Или это нежелание, или это неумение, или это недооценка вот того, что это крайняя необходимость работы в сети, работы дистанционной и удаленной. Получается, что это можно заметить, если, например, человек не заполняет какие-то рефлексивные анкеты, или не соглашается написать эстеп по итогам какого-то там полугодия. Мы стараемся, например, в нашей организации межрегиональной школе исключить всякого рода формальные отчеты, анализы и так далее. То есть предоставляем как можно больше свободы, тем более мы можем себе позволить, мы не муниципальная школа, и у нас горизонтальная коммуникация, горизонтальные отношения, где нет такой строгой иерархии, и каждый человек представляет собой цельную такую единицу, отвечающую прежде всего сам за себя, и все же вот эта проблема самоконтроля, она очень важна, потому что самоконтроль человека, он связан с распорядком, который существует в организации, да, если, опять же, возьму расписание, которое касается всех, если он вовремя дает ссылки на вход, если он размещает их там, где положено, то это говорит о высокой самоорганизации, самоконтроле, да, а вот что касается самооценки, особенно самоанализа образовательных программ, то тут надо сказать вот о чем, почему это важно, дело в том, что вот эти образовательные программы, они чаще всего какие, они гибкие, они постоянно трансформируются, согласитесь, наверное, сейчас мало таких школ и мало институтов, где идет по накатанной образовательной программе от и до с 1 сентября, по там май или даже по полугодиям, больше появляются модулей погружений, сессий, они очень такие точечные, с конкретными целями, и получается, что все равно образовательная программа вначале может задумываться вот так, а на выходе она получается совершенно другой. Если постоянно не анализировать на каждом этапе, что происходит с тем, что делают ученики, как это они воспринимают, как у них усваивается материал и так далее, если анализом не заниматься, то, естественно, ничего хорошего в итоге не получается. Поэтому мы считаем, что самоконтроль и самоанализ очень важен, и на это нужно обращать внимание. Для нас очень важно, например, проведение таких рефлексивных аналитических семинаров, вебинаров. Я думаю, что у вас это тоже есть. И думаю, что проблема самоконтроля, она очень зависит от атмосферы. Атмосфера в компании и в школе, в организации, как устроены отношения между сотрудниками. Тут мы переходим к следующей проблеме. Это проблема смены ролей и позиций. Смена ролей и позиций это уже слайд 5. Если говорить про роли, друзья, то роли у нас традиционно распределены очень просто, в простой схеме. Вот вы видите на слайде, ученик, учитель, родитель. Вот они могут меняться иногда местами. Ну, где-то это игровая может быть форма. На самом деле в серьезном таком подходе, например, в нашем деятельностном подходе мы рассматриваем смену позиций ученика с учителем, например, когда ученик, например, может тоже назначить задание, может тоже его придумать задачу, создать работу на основании нескольких задач, назначить эту работу нескольким своим сверстникам, которые находятся в разных городах, допустим, и он смотрит, как ответили, может проанализировать ошибки. для него это уже такой очень высокий уровень функциональной грамотности. Редко учитель с родителем местами готовы меняться, очень они стоят на своих ролях, но иногда родитель может себе позволить в целях пробы, например, почувствовать себя учителем. В нашей школе это можно, например, он может в системе нашей на платформе выбрать роль учителя и тоже назначит работу, проверить, а ребенок может своему родителю отослать работу. Но даже не это на самом деле хочется обратить внимание, а вот на позиции. Вот почему-то у нас учителя как бы стоят на нескольких позициях, несколько таких у них любимых ролей появляется это, например, лектор, контролер, экзаменатор или ну что еще, ну ведущий игры какой-нибудь, игровую форму сейчас практически все освоили, да, ну а сеть-то и современная технология, форматы, они гораздо богаче, не две-три позиции можно, а гораздо больше. Вопрос, почему вот другие позиции не берут, почему, например, не четко обозначают эти позиции. Очень жалко, когда учитель, мастер своего дела, очень хорошо владеет предметным содержанием, да, но немножко не обыгрывает их, он может быть просто сторонним наблюдателем или модератором или, допустим, анонимным консультантом. Проверить работы ребят или оценить их можно с позиции анонимного консультанта, когда комментирует кто-то не учителя. Для ребят иногда бывает так мотивирующим фактором. Ну, вот, собственно говоря, проблемы есть, если вы этим вопросом не интересовались, вернее, не обращали на него внимания, значит, или действительно в вашей организации этой проблемы нет, или вы заняты были более, ваше внимание, оно ушло в другую проблемную зону, а есть такая проблемная зона, которая, ну, очень-очень сказывается на результатах деятельности всей компании, это оценивание. Вот все, что касается оценивания, это еще более важно, чем, наверное, игра с позициями и ролями. Шестой слайд. Итак, оценивание. Можно у вас как бы лекция идет, понимаете? А тогда я сейчас с оцениванием очень быстро, ну, за две минуты, а потом покажу про контент только платформу, буквально, ну, то есть экран открою, все. Тогда я про оценивание не буду так много, хорошо? Я вам вышлю тогда все, что есть, а вы сами там выберете, что оставить. Вы будете мне указывать интервалы времени, что можно удалить, потому что уже больше 20 минут в сумме. Ага, а сколько должно быть? До 20. Ага, ну, я думаю, что там лучше. Ладно, пять минут подарю еще так, если надо. Да я буду делать так, как вы скажете, да удаляйте Бог с ним. Не-не-не, вы сами скажете, с этой секунды по это удалить. Мне так быстро, чем самому сидеть рассчитываться. Это ваше право. Продолжаем шестой. Итак, проблемы с оцениванием, системой оценивания. На самом деле у организации, у школ есть все права для того, чтобы внутри организации свои локальные акты применять. под 100-балльную шкала, хоть какая шкала, всегда можно легко перевести в 5-балльную, но почему-то учителя и преподаватели очень боятся безотметочного режима обучения. Казалось бы, что сложного в организации безотметочного обучения. Мы пробуем, у нас получается, и мы вас приглашаем, честно говоря, посмотреть, как это происходит, безотметочное обучение. Это не означает, что совсем нет оценивания никакого, нет отметок, нет, есть формирующее оценивание, диагностирующее и корректирующее, а не так, чтобы оценивание ради оценивания, ради фиксации какого-то там балла. Выясняется, что в онлайне родителям не так важно балла, а важно содержательные комментарии. Итак, с оцениванием, я думаю, что можно целый отдельный семинар. Сейчас я бы хотела перейти на проблему, связанную с контентом. Контент это наше все. Слайд 7. И я бы хотела на самом деле продемонстрировать вам наше внутреннее устройство контент, как оно нам помогает работать и делать работу, облегчать. На самом деле проблема с контентом заключается в том, чтобы облегчить работу учителю. Они сами создают контент, они сами его должны размещать. В общем, это занимает куйму времени. Вот в этом проблема, собственно говоря. Поэтому здесь мы без технологий, друзья мои, точно не обойдемся. Именно вопрос технологий здесь очень важен. Итак, я хочу вам продемонстрировать экран. Я предлагаю вам заглянуть в нашу среду, во внутреннюю ее среду. Каждый наш сотрудник входит в эту среду ШИО, которая называется школа индивидуального обучения под своим паролем, под своим меняя позиции. Нажмите скрыть, нажмите скрыть. Продолжайте. Итак, можно, конечно, я думаю, что сейчас нет проблем в том, чтобы каждая организация могла себе позволить. Но вот я даже вхожу, волнуюсь, видимо, теряю время. Это я вырежу. Ага, что-то мне верно. Вера, свои платформы, свои сервисы. Но очень важно, чтобы у учителя была возможность свою образовательную программу конструировать. Вот у нас, например, есть возможность оценочные средства, создавать задачи, создавать работу, и все это выкладывать в общий банк. В банке у нас задачи всех педагогов, и тогда облегчается работа, набирается задачи создавать работы. Дальше очень легко управлять образовательной своей программой. Можно вести несколько проектов, несколько школ, дистанционно работать в нескольких местах. Например, в экспериментальном учебном комплексе я веду несколько программ, допустим, страноведение. И я постоянно пополняю и добавляю по мере того, как у меня этот контент появляется. Я могу воспользоваться еще материалами других. Но этим никого не удивишь. Дело все равно... Я сказал 10-30. Продолжай, продолжай. Итак, наши образовательные в такой среде, которая для ребенка понятна, он внутри может найти любую программу, отфильтровать, записаться, посмотреть аннотацию. Это для родителей очень важно. Очень важно, чтобы все было в контенте систематизировано хорошо. Я вас благодарю за то, что вы ознакомились с этими 5-ю проблемными зонами. Хочу сказать, что, наверное, нет ничего лучше, чем пробовать. Поэтому и доклад у нас называется «Пробная деятельность сетевого учителя». Единственное, что мне хочется сказать, приходите к нам, сетевая педагогическая интернатура открытая. И хоть мы и заявляем, что хорошо начинать в начале года, в сентябре, но мы присоединяем на любом этапе, каждый может опробировать свою программу, свой курс, и тогда это происходит безболезненно для компании, для ее репутации. Сначала мы проводим, конечно, очень много погружений с сетевым педагогом, чтобы он избежал, скажем так, не сломал ноги руки об эти пять проблемных зон. Пожалуйста, приходите к нам, вы видите на слайдах, QR-коды вас переведут сразу к нам на наши сайты, вы можете нас найти и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и в других точках пересечения в нашем дистанционном сетевом виртуальном мире. Спасибо большое, друзья, до свидания. Хорошо было бы добавить, что жду с нетерпением дискуссии, где я выслушаю ваши вопросы и обсудим наши задачи. У вас на следующий день будет еще открытая дискуссия. Хорошо. Было бы здорово, просто замечательно войти с вами в такой открытый, откровенный разговор. Очень формат, люблю диалога, полиолога и общение, когда идут замечания, действительно полезные и конструктивные такой диалог. До встречи с вами на обсуждение и проблемных зон, и проблемных точек. Может быть, что-то у нас с вами срастется. Останавливаю.